Здравствуйте! С вами вновь Александр. И сегодня я хочу рассказать вам об обновленной модели коляски Apo Baby Vista 2016 года. Она немного видоизменилась и сегодня мы посмотрим, что в ней сделали нового. А обзор на предыдущую ее модель на канале тоже есть, поэтому можете тоже с ним ознакомиться, если хотите. Так что давайте изучать! Собственно, вот коляска Apo Baby Vista 2016 года. Сначала вам скажу немножко о технических характеристике. Она предназначена для детей с рождения до 5 лет. И максимальный вес ребенка здесь не должен превышать 22,5 килограмма. Сама коляска, кстати, весит 12 килограмм. Имейте это в виду. И еще часто задают вопросы, какая ширина у колесной базы, потому что у многих лифт бывает, что достаточно узко открываются двери, и коляска не помещается. Чтобы знали, здесь 63,5 сантиметра ширина колесной базы. И, собственно, это что касается технических моментов. И сегодня я вам расскажу про ее комплектацию, в принципе, как 2 в 1, но покажу, как из нее можно сделать комплектацию 3 в 1, то бишь установить на нее автомобильную люльку, на адаптеры, которые идут в комплекте с этой коляской. А изучать мы начнем с вами ее с люльки, потому что ей вы начнете пользоваться наверняка первой. Что мы здесь имеем? Люлька здесь выполнена в классическом стиле, на необычной форме. Здесь все стандартно, и это очень хорошо, потому что классические люльки, они самые удобные. Вот, она достаточно широкая внутри, длинная, поэтому нехватки места вы здесь ощущать не будете. И скажу о тканях. Ткани здесь используются очень тактильно приятные, они очень износостойкие, и очень хорошая гамма цветов, кстати, у коляски Vista используется, они очень такие насыщенные цвета. И козырек здесь в люльке имеет обычную форму, но у него есть интересные фишки. Здесь, если просунуть руку внутрь, вот, здесь вы сможете выдвинуть еще дополнительный козырек. Вот так это выглядит. Он имеет солнцеотражающий элемент, ну, сама ткань имеется в виду из солнечноотражающего материала сделана, с сеточками по бокам, чтобы была еще хорошая вентиляция для ребенка. И также для создания хорошего микроклимата для ребенка здесь есть тоже потайной такой вот замочек, который сразу в глаза не бросается. Мы его открываем, и можно поднять ткань, и здесь мы увидим москитную сеточку. Открыли, и хорошо продувается. Летом будет очень актуально в жаркую погоду. Также все это легко закрывается замком. И этот козырек также легко можно убрать. Что касается того, что мы имеем внутри люльки. Люлька, во-первых, стандартно, как и все остальные, комплектуется накидкой на ножки. Вот такой вот накидочкой комплектуется. Эта накидка чем удобная? Тем, что она на замке. Вы когда закрыли ее, у вас нет никаких щелей, ничего, и поддувать ребенку не будет. И чтобы положить туда ребенка, достаточно наполовинку открыть, положить ребенка, и спокойно потом закрыть. Что касается внутренней обивки, здесь очень приятно тоже тактильно, мягкая такая, что-то типа немножечко слегка напоминающего бархатистую поверхность. Вот ткань, обивка. И в комплектацию также входит матрасик толщиной где-то 2,5-3 см. Он такой достаточно упругий, в то же время и мягкий. И что еще мне лично понравилось в этой люльке, здесь пластиковое с отверстиями дно. Жесткое причем. Вот. Кладем обратно. Все. Собственно, что касается люльки, это все. Ничего здесь такого нестандартного есть. Все как надо, все хорошо и качественно сделано. Вот. И в отличие от предыдущей модели, эту люльку чуть лучше адаптировали для коляски, тем, что ее снимать можно прям схватив за ручку, и на ней же есть кнопочка. Нажали и подняли. Можно также переносить. И на дне люльки здесь есть 4 пластиковые ножки, чтобы вы могли ставить ее на поверхность. Ну а сейчас я покажу, как сюда установить прогулочный блок. Прогулочный блок выглядит вот таким образом, и он достаточно легкий. Устанавливается в те же места, что и люлька. Все. Установили. Все очень просто делается. Что касается козырька у прогулочного блока. Козырек здесь большой. И также у него есть вот фишка этой компании с солнцеотражающим покрытием дополнительные секции, выдвигающиеся изнутри козырька. Можно выдвинуть, можно задвинуть. Все делается так же просто. И в козырьке есть отверстие с москитной сеткой, чтобы вы могли наблюдать за ребенком. Ну или когда положите, чтобы продувало его летом в жаркую погоду. Сам блок здесь имеет форму гамака. Сбоку сейчас это будет видно хорошо. И что касается безопасности, здесь используется классическая система пятиточечных ремней с мягкими накладками на плечевую зону ребенка. Но почему-то здесь производитель не укомплектовал мягкой накладкой на паховую зону ребенка. И также для безопасности здесь установлен бампер, который легко отстегнуть, сдвинуть в сторону, чтобы посадить ребенка. И также, в смысле, одним щелчком это можно установить его обратно. Есть подножка. Она тоже регулируемая. В большом, реально широком диапазоне. Здесь можно как угодно его отрегулировать. И положение для сна регулируется тоже очень простым способом. Здесь сзади кнопочка. Нажимаем одно положение. И лежачее положение. Ножки можно тоже регулировать в этот момент. Все делается тоже очень просто. Все. По-моему, вполне себе неплохой блок. И комфортный. И ткани используются здесь такие же, как и в люльке. Все. Вот как это все выглядит со стороны. Так. И что касается шасси. Давайте теперь рассмотрим шасси. Шасси здесь металлическое. И к качеству сборки у меня лично претензий нет. Потому что, как ее не юзает, нажимает, трясет, ничего не скрипит, не тарахтит, не болтается. Все очень хорошо, качественно, добротно сделано. Что касается ручки. Ручка здесь классической формы. Она цельная, с прорезиненной поверхностью. Хват удобный. И регулировка осуществляется здесь телескопическим образом. Она выезжает из самого шасси. Ручка при нажатии вот здесь вот кнопочки. Чем нравится мне лично эта система? Вы когда отодвигаете ее, соответственно, если вам нужно отодвинуть, значит у вас рост повыше. Отодвинули, вы сами оказались дальше от шасси. И при прогулке вы не задеваете коляску. Это очень удобно. Все это очень легко регулируется. Что касается самого шасси в остальном. Здесь также, когда ребенок уже побольше будет, тоже есть подножка на самом шасси. Колеса здесь большие, резиновые. Насчет амортизации. Сейчас я вам покажу. Здесь очень неплохая система амортизации используется в этой коляске. И на переднем шасси, и на переднем шасси. Плавность хода здесь вполне хорошая. И классическим способом при нажатии кнопочки мы можем блокировать передние колеса. Если какая-то неровность, ее нужно преодолеть. Также сверху нажали, разблокировали и поехали дальше. Ну и, на мой взгляд, крайне полезная вещь, исходя из личного опыта. Всегда, мне кажется, нужен хороший большой багажник, чтобы туда можно было много положить. Так вот, в этой коляске, здесь и невооруженным взглядом вам это прекрасно видно, здесь просто огроменный багажник, в который вы положите все, что вам только нужно будет взять с собой и сходить еще в магазин. Также здесь есть небольшой органайзер. Бутылочку положить, там еще что-то, какую-то мелочь, чтобы оно не лежало просто, не болталось с багажником. И багажник, причем из плотного материала, он не порвется, у вас ничего, его можно нагружать смело. И если, например, установлена люлька, здесь есть такая система, чтобы добраться в багажник, нажали, положили и она обратно отодвинется. Очень удобно. Так, и что касается, собственно, тормоза. Тормоза, тормоз здесь, с правой стороны кнопочка, нажали, заблокировалась. И также сверху нажали еще один раз, и она разблокируется. Есть индикатор, зеленый, когда она разблокирована, красный, когда она заблокирована. Вот, собственно, это что касается шасси. И давайте я сейчас покажу вам, как устанавливать на нее люльку, чтобы вы могли эту коляску превратить в комплектацию 3 в 1. Как я говорил, в комплектацию входят адаптеры, их покупать отдельно не нужно. Вот как они выглядят. И на них мы устанавливаем люльку. Так. Таким боком он ставится у нас. Все, вот так это происходит. Все. И как мы будем ставить люльку, я вам покажу на примере люльки от компании Cybox. Это модель CloudQ. Это практически топовая модель в компании. Cybox Platinum серия. Это лучшая люлька, что они, в принципе, могут предложить. У нее наивысочайший уровень безопасности. Отличный, соответственно, краш-тест и оценки получила. Вот. Поэтому мы будем смотреть сегодня именно ее. Сейчас я вам покажу, как ее ставить. Так, в принципе, все. Таким образом у нас ставится люлька. И у этой люльки есть интересная фишка. Когда вы прогуливаетесь и ставите люльку на коляску, эту люльку можно перевести в горизонтальное положение. Вот как это делается. И у вас получается ребенок полностью в расслабленном, в правильном положении. Это в автомобиле нужно быть в поджатой форме, согнутой. А при прогулке, чтобы ребенок не уставал, она выравнивается, и вы спокойно гуляете. На мой взгляд, круто придумали в компании Cybox. Вот. Собственно, это все, что я хотел вам сегодня показать. Насчет комплектации. Здесь, кстати, в коляску входит москитная сетка и дождевик. Поэтому докупать отдельно вам ничего, в принципе, не придется. И давайте я еще вам покажу, как, собственно, складывается все это шасси. Снимаем. Люльку убираем в сторонку. Делается это все очень просто. Нажимаем кнопочки здесь по бокам. И вот таким образом до щелчка складывается шасси. По-моему, вполне себе компактная конструкция. Прогулочный блок вы можете в автомобиле просто положить аккуратно сверху. И у вас получится достаточно компактная конструкция. Поэтому в машине много места она не займет. Раскладывается тоже очень просто. Вот здесь вот фиксатор, когда вы складываете, он ее блокирует. Вам нужно, чтобы разложить, поднажать на него. Все. Можно эксплуатировать дальше. Вот. И, в принципе, все, что хотел я вам изложил. И хочу в заключение, единственное, поблагодарить магазин Первая коляска и магазин Мир Автокресел, который именно Люльку нам предоставил для обзора. Большое спасибо этим двум магазинам. Ну, а вам, собственно, если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И удачи вам. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok